Свыше 50 тысяч человек приняли участие в демонстрациях во Франции. Это очередная, уже восьмая по счёту, акция протеста с жёлтых жилетов. В Париже на улицы вышли как минимум 3,5 тысячи несогласных. Чего требуют демонстранты и может ли власть их успокоить, разбирался мой коллега Аркадий Глушенков. Что это бунт? Нет, Макрон, это революция. Фактически под таким лозунгом вышли протестующие на улицы французских городов. Уже восьмую субботу подряд основные протесты прошли в Париже. И они стали чуть ли не самыми жестокими с начала демонстраций жёлтых жилетов. Протестующие не просто переворачивали и поджигали машины, как это происходило раньше. На этот раз в огне оказался плавучий ресторан, баррикады в районе Сен-Жермен и сразу несколько полицейских байков. Самих полицейских демонстранты старались завалить на землю и начинали избивать. В ответ полиция применяла слезоточивый газ, под который попали в том числе случайные прохожие. Поскольку протестами был охвачен весь центр, который популярен у гостей города, в толпе оказались и туристы, в том числе из России. Всё в начале происходило мирно. Жёлтые жилеты просто колонны подошли к полиции, которая стояла у Триумфальной арки. В это время магазины начали закрываться. Позже, буквально через полчаса, начались небольшие столкновения со слезоточивым газом, под которые попали некоторые туристы, которые находились здесь, на Елисейских полях. Протестующие помогли им, они давали воду, капли для глаз. То есть никто не пострадал. Когда протесты только начинались, демонстранты требовали, чтобы власти отказались от экономических реформ. Те планировали повысить пошлины на топливо и увеличить налоги. Президент Эммануэль Макрон пошёл на уступки. Повышение цен обещали заморозить, минимальную зарплату подняли на 100 евро, ввели дополнительные налоговые льготы. Но теперь протестующим этого недостаточно. Власть смотрит на нас высока. Макрон говорит, что мы ничто, что мы просто толпа полной ненависти. Мы устали платить. Мы больше не хотим быть рабами. Мы хотим жить за счёт того, что зарабатываем. Правительство при этом заявляет, что готовы к дополнительным изменениям. Однако тех, кто выходит на новые демонстрации, называют провокаторами. Мы приняли конкретные меры в ответ на требования жёлтых жилетов. Парламент одобрил их всего через 12 дней после обещания президента. Учитывая эти меры, те жёлтые жилеты, которые до сих пор выходят на улицы, это провокаторы, которые хотят восстания и свержения правительства. Эти слова разозлили демонстрантов. Они попытались штурмовать здание правительства, где находился официальный представитель Кабмина. Чиновника пришлось экстренно эвакуировать. И в целом беспокойство французского правительства можно понять. Сейчас причислить себя к демонстрантам могут любые радикалы. Для этого достаточно жёлтого жилета, который должен быть у каждого водителя. Этот предмет одежды становится общеевропейским символом протеста. Теперь его надевают и жители Будапешта, требующие от своего правительства отмены трудовой реформы, и лондонцы. Они выступают за немедленный Brexit. Аркадий Глушенков, Евгения Зимцова, Вести.